здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня хочу предложить вам приготовить вот такую замечательную рождественскую выпечку это рождественский кекс с сухофруктами орешками очень вкусный пышный воздушный обязательно приготовьте побалуйте себя и своих близких прежде всего нужно заварить чай здесь у меня две чайные ложечки чая заливаю крутым кипятком 100 миллилитров и нужно дать постоять 10 минут чтобы чай заварился потом нужно процедить включите разогреваться духовку до 170 градусов вверх-вниз без конвекции нужно предварительно подготовить сухофрукты и орешки орешки можно использовать любые у меня поджаренный миндаль я его ножом подробила на такие крупные кусочки можно в измельчители тоже их измельчить здесь у меня 100 грамм изюма и 100 грамм клюквы можно использовать любые сухофрукты цукаты по вашему вкусу и наличию я их предварительно подготовила промыла потом залила кипятком изюм на 7 минут клюкву на 15 минут потом отбросила на сито и с помощью бумажных полотенец осушила сейчас их соединяем орешки и сухофрукты добавляю сюда одну столовую ложку муки можно использовать кукурузный крахмал и перемешиваем чтобы каждый кусочек был покрыт мукой смешиваем сухие ингредиенты здесь у меня 200 грамм муки заранее просеянные и специи специи по вашему вкусу желанию и количество тоже регулируйте у меня пол чайной ложечки корицы пол чайной ложечки молотого имбиря и где-то одна треть чайной ложечки кардамона молотого отправляем в удобную емкость два средних яйца среднего размера комнатной температуры добавляем сюда одну четвертую чайной ложечки соли для баланса вкуса или щепотку и убиваем две-три минутки до пышности яиц добавляем сейчас полстакана объем 250 миллилитров меда хорошего берите натурального выбиваем еще две минутки где-то на средней скорости добавляю полстакана сахара это примерно 100 грамм количество сахара можете срегулировать и взбиваем еще тоже минутки три общее время взбивания где-то примерно около семи минут взбиваем до пышной светлой густой массы масса у нас вот так посветлила добавляем сюда одну чайную ложечку соды без горки и просто на медленной скорости перемешиваем буквально вот 10 секунд до однородности гасить соду не нужно она вступит в реакцию с медом чередуя добавляем сейчас сухие и жидкие продукты три захода мучную смесь и в два захода растительное масло полстакана это 120 грамм и чай который немножко остыл включая минимальную скорость миксера и взбиваем каждый раз вот не долго просто до однородности полный перечень всех продуктов в том числе количество ложках в стаканах вы всегда найдете в описании под видео все что не вмешалось и осталось на стеночках вмешиваем деликатно и добавляем все сухофрукты и орешки тоже деликатно перемешиваем отправляем тесто форму меня вот такая круглая форма для кексов с отверстием диаметр 25 сантиметров я ее как подготовила смазала тонким шаром сливочного масла и присыпала мукой вот прокрутила хорошенько и остатки муки вытряхнула отправляю сейчас тесто и разравниваю можно слегка прокрутить отправляем заранее хорошо разогретую духовку 170 градусов вверх вниз без конвекции до готовности все будет зависит от мощности вашей духовки и размера выбранной формы у меня такой кекс печется примерно 40 минут даем ему 30 минут не открываем духовку даем максимально подняться потом пробуем готовность зубочисткой или спашкой она должна выходить полностью сухой при необходимости прикрывайте фольгой готовому кексу даем остыть 15-20 минут формы потом переворачиваем на досточку или тарелку и даем полностью остыть по желанию сверху можно просто присыпать сахарной пудрой или сделать глазурь я буду делать глазурь здесь у меня 100 грамм сахарной пудры и где-то вот две столовые ложки лимонного сока но нам нужно добавлять постепенно и смотреть на консистенцию глазури получается очень вкусная глазурь с такой вот кислинкой вот такой консистенции вам нужно добиться сразу и наносим на кекс а дальше уже декор по вашему вкусу и желанию у меня немножко сублимированной клубники гранат мандаринки и немножко мяты но как я уже сказала это по вашему вкусу сверху делаю снег то есть немножко присыпают сахарной пудрой вот такой рождественский кекс получился обязательно приготовьте побалуйте своих близких родных гостей это очень вкусная выпечка наступающим вас праздником здоровья мира добра и всего самого лучшего до новых вкусных рецептов пока пока а